Очень странные дела творятся в Гомельской вилле. Разбежка в стоимости памперсов в разных магазинах сети более 25 рублей. Белорусы поехали быстро проходить техосмотр. Ну а в налоговой рассказали, что грозит тем, кто просрочит уплаты транспортного и земельного сбора. 2 ноября на календаре. В студии сильных новостей Алексей Шкуров. А вы смотрите вечерний выпуск. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Погнали! Начну с классного материала, который сегодня вышел во всех социальных сетях сильных новостей. Экстремальное развлечение гомельчан из советского прошлого. Катание на товарных вагонах, перестрелки окаменевшей глиной и догонялки по деревьям. А действительно ли современное увлечение молодежи гаджетами так уж плохо? Раз за разом в новостной ленте появляются сообщения о том, как современные подростки то пытаются прокатиться на площадке микроавтобуса, то перебежать дорогу перед автомобилем. Но по воспоминаниям более старших, они в своем детстве придумали еще и не такое. Обязательно почитайте этот материал. Ссылку на него мы оставим в первом комментарии под этим видео. Гомельчанка жалуется на ЖУ и ЖКХ. Подъезд никто не убирает, а территорию возле дома тоже. Но если позвонить им, то скажут, что все было сделано. Жительница дома номер 16 по улице Свиридова написала в редакцию сильных новостей и сообщила, что уже долгое время ее подъезд никто не убирает. По ее словам, территория возле подъезда оставляет желать лучшего. Делится горожанка. По словам подписчицы, в ЖУ-17 к ЖРУП железнодорожная в городском ЖКХ на ее вопросы не реагирует. Читательница утверждает, что графика уборки просто нет. Уборщица якобы убирает подъезды и листья возле него. Но по факту изменений нет и становится только хуже. Сетует Гомельчанка. На каждом этаже, на потолках и в углах огромные паутины. На полу песок и грязь. На это по телефону говорят, что у нас все мыли и убирали. Но ведь у нас нет ни графика уборки, ни подписи уборщицы. Что уборка действительно была, подчеркивает читательница. Она уточнила, что не раз оставляла заявки, чтобы заделали ямки возле подъезда. Однако они постоянно отменяются, так как в планах ремонта указанной территории нет. Ямы доходят до 15 сантиметров глубину. А в темное время суток дорога плохо освещается. А территорию нашего двора не планируют ремонтировать даже в 2025 году, возмущается горожанка. Очень странные дела творятся в Гомельской миле. Разбежка в стоимости памперса в разных магазинах сети более 25 рублей. А вместо акционных кремов и сывороток выставлены пустые коробочки. Обо всем по порядку. Читатели сильных новостей рассказали о некоторых странностях, которые наблюдают в сети косметических магазинов Мила. 28 октября Гомельчанка в одном из магазинов обратила внимание на большое количество косметики, которое продавалось по акции. Но первая же коробочка оказалась пустой. Девушка начала проверять следующую. Результат тот же. Другие покупатели тоже обратили внимание на отсутствие товара. На второй и третьей полке вообще 90 процентов коробок были пустыми, рассказала девушка. Еще один момент, на который покупатели обратили внимание. Большая разбежка в цене в разных магазинах сети. Так, детские трусики в одном магазине стоят 80 рублей 48 копеек. Такие же в другом магазине Мила 55 рублей 12 копеек. Такая же история и с шампунями. Неспокойной ночи у жителей дома на проспекте космонавтов. А все из-за третьей смены настройки под окнами. Гомельчане рассказали о своей проблеме. Рядом с домом номер 82 по проспекту космонавтов находится стройплощадка. Рабочие, видимо, спешат, поэтому трудятся и по ночам. Ну вот проблема. Спецтехника работает круглые сутки. Если днем это еще терпимо, то ночью. Ну вы поняли. В общем, спать не могут ни взрослые, ни дети. По ночам сверкает сварка, гудит кран, строители выгружают плиты. Можно только посочувствовать. История о том, как гомельчанина пытались развести мошенники. Благо он не повелся. Вот кому действительно стоит отдать должное, так это мошенникам. Фантазия у этих ребят работает просто великолепно. В редакцию сильных новостей написал гомельчанин и рассказал историю, как его пытались развести. Ему написала девушка Алина, которая, как оказалось, попала в ситуацию. У нее были куплены два билета в театр, но подруга, которая должна была составить ей компанию, вдруг заболела. Алина не хотела, чтобы билеты пропали. Девушка решила позвать случайного незнакомца. Такой способ развода совсем не новый. Мы уже писали о подобных случаях. После милой беседы следует ссылка, на которую переходить совсем не рекомендуется. Благо гомельчанин об этом знал, но решил поддержать легенду. А Алина осталась без денег, театра и без самого парня. Новостям страны. Белорусы быстро поехали проходить техосмотр. Только в прошлом месяце выдали без малого 100 тысяч разрешений. Всего в октябре Белтехосмотр выдал 97 тысяч 11 разрешений к участию в дорожном движении. Это на 15,5% больше, чем за октябрь прошлого года. Но общее количество разрешений, выданных за январь-октябрь, на 20% меньше аналогичного показателя прошлого года. Еще в Белтехосмотре добавили, что сейчас те, кто ездит без техосмотра, ловят специальные камеры. За такое можно получить штраф до трех базовых. В налоговой рассказали, что грозит тем, кто просрочит уплаты транспортного и земельного сборов. А это нужно сделать до 15 ноября. А те, кто этого не сделает, накажут. Как именно? Об этом рассказал начальник главного управления налогообложения физлиц Министерства по налогам и сборам Андрей Ковалевский. В первую очередь административная ответственность в виде штрафа может быть наложена на физическое лицо, сказал специалист. Второе возможное наказание — это начисление пени за просрочку. А третье — принудительное взыскание неуплаченных налогов через органы принудительного исполнения. Уже с 16 ноября могут быть применены санкции. Будет начисляться пеня, уточнил Андрей Ковалевский. При этом она будет начисляться за каждый календарный день просрочки. За неуплату или неполную плату налагается штраф в виде 15% от неуплаченной суммы налога, но не менее половины базовой величины. Более полумиллиона рублей заплатят выпускники, которые не отработали по распределению. И это только в одной области. Такое пополнение получит бюджет Брестской области. Там с выпускников вузов и средних специальных учреждений образования, которые обучались за счет государства, но не отработали по распределению, потребует более полумиллиона рублей. К выпускникам поступило 111 исков на суммы свыше 568 тысяч рублей. Все рассмотренные судами иски удовлетворены в полном объеме. В Генеральной прокуратуре в качестве основных из причин были названы следующие. Неявка на работу по распределению, а также увольнение приступивших к труду выпускников за виновные действия в ходе отработки, например, за прогул, уточнили в ведомстве. Еще там отметили, что специалист при наступлении подобных обязательств может добровольно уплатить деньги, которые были затрачены на его обучение, при этом в течение только шести месяцев. По делам. Живодеру дали три месяца ареста. Второй наверняка получит столько же. Вчера суд Борисовского района приговорил 32-летнего работника ЖУ к трем месяцам ареста за жестокое обращение с животными. В июле мужчина сбросил с шестого этажа двух собак. Песики погибли. А в пятницу уголовку завели на еще одного живодера из Лиды. Ему 51 год. Он 19 октября застрелил двух собак из пневматической винтовки. С его слов он решился на это из-за давнего страха перед бездомными псами. Однако у погибших песелей были хозяева. За такое литчанину светит максимум три месяца ареста. На этом у меня все. Подписывайтесь на сильные новости в социальных сетях. Ставьте лайки. Присылайте нам свои истории, мы о них расскажем. Над выпуском работал Алексей Шкуров. До встречи на сильных новостях уже завтра.